Всем привет! С вами канал Краткое Кино. Сегодня я коротко перескажу фильм Чего хотят женщины. История о мужчине, который умеет читать мысли женщин. Перед просмотром видео не забудь подписаться на мой канал и включать уведомления, ведь так ты будешь первым знать о новых и интересных видео. Приятного просмотра, погнали! Знакомьтесь, это главный герой фильма Ник Маршалл. Его детство прошло в женской гримерке кардабалета, где танцевала его мать. Юный Ник был талисманом кардабалета, любимцем танцовщиц. Он купался в их обожании, но и учился иметь дело с женщинами в любой ситуации. Из мальчика вырос настоящий альфа-самец, способный свести с ума любую девушку. Мужчина работает в рекламном агентстве, он ждет давно заслуженного повышения. Шеф практически обещал ему пост креативного директора. Ник приходит в комнату своего босса, чтобы узнать о повышении. Но босс говорит его о том, что сейчас в продажах правят женщины, и именно поэтому он решил, что повышение получит не он, а женщина. Как раз недавно уволилась акула рекламного бизнеса Дарси Магуайр. Ник расстроился, но делать нечего. Он решил подчиниться. На следующий день Ник отправляется на свадьбу своей бывшей жены. Тут его сообщают о том, что его бывшая жена со своим парнем уедет на свадебное путешествие, а к Нику на это время приедет его 16-летняя дочь Алекс. Ник не в самых лучших отношениях с дочкой. О железном характере и деловой хватке мисс Магуайр ходят легенды. Но в жизни Дарси миловидная блондинка средних лет, к тому же одинокая. Менеджер проекта сразу дает понять своим подчиненным, что собирается поменять стратегию. Целевая аудитория якорного клиента агентства теперь женщины. Независимы от пола, все сотрудники, которые занимаются проектом, необходимо почувствовать себя женщинами. Воспользоваться лаком для ногтей, тушью для ресниц, депилятором для ног, натянуть колготки и так далее. Дома в ванной он неожиданно подскальзывается и падает в ванну с водой. Фен, который он держал, приземляется рядом. В итоге Ник получает сильный электрический удар, от которого теряет сознание до утра. На следующий день Ник обнаружил, что он умеет читать женские мысли. Сначала он думал, что ему просто показалось, но оказавшись в толпе женщин, он осознал, что ему не показалось. На работе он слышал мысли коллег. Ему не понравилось это, потому что у многих негативные мысли о нем. Он спешит за советом к психотерапевту, у которой однажды, 10 лет назад, был с бывшей женой. Женщина сначала отказывается верить Нику, но после пугающей демонстрации его новых возможностей, приходит в восторг и перечисляет, какие блестящие перспективы теперь открылись перед ним. Ведь отныне он единственный мужчина на земле, способный ответить на вопрос, над которым бились все философы и мыслители мира, но не нашли ответа. Чего же именно хотят женщины? Теперь Ник может предугадывать желания женщин, а значит сделать любую из них счастливой. Первым делом он идет соблазнить работницу кафе, которая давно ему понравилась. Послушав его мысли, он уговаривает девушку пойти с ним на свидание. На работе он одну за другой очаровывает почти всех работниц, а затем направляется к Дарси. Ник решил любым способом сделать так, чтобы женщину уволили. Он подслушивает мысли Дарси и озвучивает их быстрее, чем девушка. Ник хочет сам заполучить контракт с Найк и тогда Дарси уволят. Работая с Дарси, он начинает влюбляться в нее. Они даже остаются вместе после работы, чтобы просто поболтать. Благодаря своему суперспособностью, Ник узнает, что его дочь хочет переспать со своим бойфрендом. На следующий день он приглашает Дарси в ресторан. Они проводят хорошее время, а в конце целуются. Потом отправляются по домам. Шеф быстро приходит к выводу, как он ошибся, наняв Дарси. Но Ник неожиданно отказывается от должности, о которой мечтал. Он понимает, что Дарси блестящий профессионал и так поступить непорядочно. Хуже того, Ник, способный читать мысли Дарси, по-настоящему влюбился в нее. Но и это не все. Дарси тоже полюбила Ника. И когда он в порыве откровения признается ей в том, что может читать и ее мысли, и мысли других женщин, она немедленно увольняет Ника. Но расстаться с ним уже не может. Любящие сердца в конце соединяются. На этом заканчивается фильм «Чего хотят женщины». Можете оценить мои другие не менее интересные видео. Ну а я желаю вам удачи, добра и до новых встреч.